Географическая карта Повышалась как-то информационная составляющая. Скажем, римский император Август сначала приказал провести детальную съемку своей империи, а затем спрятал все карты и связанные с ними материалы в секретное хранилище своего дворца. И разрешал выдавать только частичные копии, и то лишь по достоянию своих советников. Так вот, значит, карта все-таки становилась предметом какие-то моменты и тайного знания. Но я речь хочу повести о литературных картографиях. Что я имею в виду? Взгляд на Россию, на пространство и с обозначением каких-то географических координат. Хочу обратиться к творчеству Державина, к его памятнику. Одна из его строк отличается, хотя там прослеживается позднейшее пушкинское развитие. Слух пройдет обо мне от белых вод до черных. Пушкина по всей Руси Великой удержавина конкретные географические координаты. Север-юга пространства, вертикальные. Исконная российская вертикаль. Великий путь из варяг, греки. И все это через призму 18 века. В этой формуле, эта формула и есть историческую формула всех свершений 18 века. Белые воды, окно в Европу. Петр строит флот на Белом море сначала, в первом начале, потом на Балтике. Черные воды, это конец 18 века. Екатерина II утверждается на Черном море. От белых вод до черных. У Боброва был современник, ученик, в какой-то степени, Семен Бобров. Которому он, по словам историка литературы Ивана Розенова, прежде чем передать ветхую лиру Жуковскому и благословить Куропус. Хотя Державина видел своего преемника. Оба они представители барокко. Не совсем внятное определение для литературы. Барокко-1. Готовая барокко, которая корни имеют еще в 17 веке, связанная корнями с украинским барокко, пересаженная с Семеном Полоцким по российскую почву. Барокко-2. Использование этого готового барокко в идеологическом и имперском строительстве Петром I и его ближайшими соратниками. И барокко-3. Собственно, предфинальное внутреннее барокко как следствие перенапряжения, перезрелости данной культурной эпохи. Это, конечно, интересно было бы связать с теорией этногенеза Льва Кумилева, с его взглядами на длом культуры, кульминацию и так далее. Но это тема особого разговора. Семен Бобров – это характерный именно для состояния барокко-3 пример, рецидив барокко в той ситуации, когда, в принципе, уже этот импульс извне, не происходит его влияние извне. Напряженный героизм, тайна, принципиальное разделение людей на посвященных профанов роднит эти два явления барокко и второе явление масонства, более чем постулируемое сейчас некоторыми исследованиями аналогии между барокко также и постмодернизмом. Историки литературы не до конца выяснили принадлежность Семена Боброва к мощному басонскому движению в России в годы его жизни. Однако ряд басонских идеологем органично преломился в его барочной эстетике, искавшей подпитку в уже небарочной английской поэзии. Одним из источников творчества Боброва была литература английского просвещения, в частности ее жанр описательных поэм, о чем он сам говорит в начале поэмы Таврида, единственной русской описательной поэмы, ставшей в итоге четвертым томом его собрания сочинений с характерным названием «Рассвет полночи», что в какой-то степени является развитием освученной державинской формулы. От белых вот на черных здесь «Рассвет полночи» уже как бы такое внутреннее барокко. Творчество барокко, позднее барокко в обстановке споров о языке археистов и новаторов, который был в предтечии противостояния слуофилов и западников. В то же время это явление раннего русского романтизма. Предлагается такое понятие «масонская поэзия», объединяющая эстетических противников. Как писал, озвучивший эту формулу Всеволод Цахаров, от алхимического термина «первобытная влага» Бобров закономерно перешел к характерной для масонской поэзии порочной картине мира, как хаоса стихий, планет, времен и довременных событий. Прежние формы и даже рифмы этих образов и красок не вмещали. И безбрежную Тавриду Бобров писал белыми стихами вслед Карамзину Масону. Эта поэтическая живопись трагична, освещена кровавой луной, приоткрывает тайны рока. В ней является ангел смерти, неустанно работают в времени колеса. В известной мере это определение является условностью, объединяющей идеологические и эстетические явления. Эстетика позднего морока в поэзии Боброва налицо, а идеи масонские витали в воздухе. Здесь важно подчеркнуть наличие в этой эстетике особенной пространственно-временной концепции, согласно которой изображение в поэзии, живописи на сцене имело несколько смысловых уровней, от поверхностно-самытийного до более глубокого, охватывающего систему мироздания в целом. В Тавриев, описательной поэме, о которой я упомянул Бобров, у него возникает отчетливое сопоставление двух типов пространства динамического и статического, то есть явного и тайного. Книга с тайными словами, книга природы. Вот его, значит, такая характерная формулировка. Первое, то есть динамическое пространство связано с изменяющейся пространственно-временной структурой внешнего мира. Второе, с миром незыблемых духовных истин, доступных немногим. Именно путь духовного восхождения становится организующим стержнем символического пространства поэмы Таврида. Притом, что сам сюжет, в общем-то, как раз вполне в литературе, Ракивин, там и описывается восхождение. Короче, в рядах поэт свое восхождение, при этом, значит, он дает исчерпывающую карту про Рыба. Может быть интересно упомянуть, что оказался он, в общем-то, не по своей воле в этом пространстве. Он служил в Петербурге в морском ведомстве отбирала Бортведова, сотрудничал с посолскими зданиями, Новиковым, с которыми, значит, он к самому этому течению, он приобщился еще в годы обучения ранее в Московском университете. И после начала гонений на басонов, он оказался перемещен в канцелярию Бортведова на Черном море. Служебная ссылка, командировка, просто открыт. Он оказался, ну, обозревая крепости во всем побережье Черного моря, он неоднократно посещал Крым, и в следствии встала эта описательная поэма. Но это, конечно, не краеведение, поскольку тут как бы соединение экзотических образов. С одной стороны, карту, которую он как бы панорамным зрением обозревает с высоты четвертого моря. С другой стороны, это пространство структурируется из вертикального измерения. Функцию символического пространства берет на себя не специально сконструированная география, как, например, в литературных путешествиях порочного типа, а реальный ландшафт. Если в порочном путешествии условное пространство выступает в роли некой художественной реальности, то в Тавриде реальное пространство полуострова приобретает черты условной пространственной модели. Движение по вертикали, а не по горизонтали. Должно отражать изменение качества, качественную смену форм, возможную только при перемещении с уровня на уровень, а не горизонтального перехода с места на место. В отличие от ренессанса и классицизма, рационалистически строго противопоставляющих искусство и жизнь, порокка в слове сопрягает текст книги и текст мира, запечатлевая сам способ накопления и истолкования знания. Для порока характерно накопление слов, предложений и образов, сплетающихся в целые цепи и каталоги, отличающиеся разнообразием элементов. Ну, вопрос, действительно, целые каталоги, поэмы описательные, все элементы крымской природы, приводит время от времени, кстати, выражая такое прекрасное сомнение. Но можно ли тьмы цветов исчислить? При этом он занимается, конечно, именно поэтическим исчислением всех царств, природного мира, полуострового, придумывая иногда составные эпитеты для адекватного накопительного описания. Симеон Полоцкий ранее по-своему выражал идею единства стихотворения «Мир из книга». Он представляет Вселенную в виде связанного поучительного сочинения, в котором бесконечное разнообразие мира сводится к конечному и обозримому числу знаков, то есть алфавиту, где письмена, буквы, дождественные явления чувственного и духовного мира. У Боброва полуостров оказывается некой всеобщей энциклопедией природы неисчерпаемой, в отличие от мира книги Симеона Полоцкого. Сам этот остров, естественно, складывается из точного описания геологического строения. «Твои слои, листам подобно, как бы обрезаны рукою по направлению прыглов, все сложены, вскровождены пред пасмурным лицом Нептуна. Они, конечно, суть ничто, как книга с тайными словами, где испытатель естества очами может то прочесть, что служит к разрешению тайны, как сей составлен жар земной». Подводя итоги своего исчисления, поэт пишет, «Я пробежал, хотя не прежно, под херсонистским небом поле явлений невоспетных россов». Содержание слова «поле» здесь тоже надо так вот гибрирует, приближаясь по смыслу ключевому для науки XX века уже понятию «поле». «О, сколь тиха заря дней юных, всем утренним сумраке зрим предметы только в половину, но нужная внутри дрожимость уже приемлет царство в сердце». Слово «дрожимость», который, правда, в дальнейшем новом издании изменил на более рационалистическое, «раздражимость», наглядно свидетельствует о подсоциальном возможности рождения физической, метафизики, эстетики русского поля, альтернативных классическому философскому исчислению и письму, единому и универсальному. Орлан Барт, постигающий текст уже через два века, как раз писал об этом универсальном письме, которое забыло о трепетной энергии отдельных слов ради их линейной упорядоченности, когда даже самый вельчайший элемент оказался продуктом отбора, то есть решительного устроения всех потенциальных возможностей языка. Эти слова Ролана Барта идеально накладываются на суть и последствия языковой борьбы между шишковистами и карамзинистами. А творчество Боброва – это точка дефуркации этой борьбы. В то же время, можно тут соотнести вопрос обороченности языка как такового сравнительно с классичностью мышления. И обратиться к современнику Барта Фуко. Эта принадлежность языка к знанию высвобождает целое историческое пространство, которого предшествующую эпоху не существовало. Становится возможным нечто вроде истории познания. Дело в том, что если язык представляет собой спонтанную науку, темную для самой себя и неумелую, то он зато совершенствуется посредством знаний, которые не могут выражаться в его словах, не оставив в них своего следа. Язык представляет собой как бы пустое пространство для их содержания. Языки, как несовершенное знание, хранят верную память, а его усовершенствовали. К идее потенциальной борочности языка как такового вплотную подошел и Жиль де Лёс. Лейбницанское включение основано на схеме субъект глагол-дополнение. Со времен самой античности успешно противостоящей схеме атрибуции. Это своего рода борочная грамматика. Геопредикат, прежде всего, является отношением и событием, а не атрибутом. Когда Лейбниц пользуется атрибутивной моделью, он это делает с точки зрения классической родовидовой логики. И согласно одним своим лишь номинальным требованиям, он не пользуется ею ради обоснования включения этого. Предикация не есть атрибуция. Предикат – это осуществление путешествия, действия, движения, изменения, а не только состояние путешествующего. Предикат есть само предложение. И я не только не могу свести, я путешествую, я есть путешествующий, но и я мыслю, я есть мыслящий. Ведь мышление – не постоянный атрибут, но предикат как непрерывный переход от одной мысли к другой. Рассвет полночи, значит, вот так вот расцветала русская полночь, теперь выступает ее день. Убрук не остановился, вернулся, значит, в четырехтонное собрание сочетений, четвертый дом Таврида, вот она и называется, Рассвет полночи. Но скорости он в 1807-1809 год издает еще более радиозную попытку исчисления всей человеческой истории, всех философских систем и учений в поэме «Древняя ночь Вселенной» или «Странствующий слепец». Огромное, два тома, значит, хотя, в общем-то, в то время поэмы поэта любили, такие большие, большие уши, вообще Расков, учитель, кстати, в Московском университете. «Книга сия, не роман и не героическая поэма, писанная в предисловии, но одна философская истина в иносказательной эпопее». Это своего рода спонтанная политическая наука. Поэт прощается с часами очарований, испытанных на высоте кемерских гор. Теперь его вниманием завладела механика в высоком смысле, пригласив в своей спутнице священную клею в писательницу благомудрую, так не писательницу, а с писательницу. Собственно, и поэты, это же писатель, а с писатель, писатель Таинствия Стефа. Автор сосредотачивается на поисках точного человека. Но при этом есть и конкретная географическая своя картография в этом месте. Великая-великая ночь объяла всю землю. Это типа хаоса, который поражен весь мир. И который теперь, значит, просто полуостров, а весь мир с этого полуострова опыта обозревается и закрутается героем. Если в Тавриде там есть, в общем-то, два персонажа, поэт, значит, поднимается на вершину и не только природу, он время от времени посматривает тоже на двух путников. Это, значит, до двух путников, которые возвращаются из полуостров в метку. Учитель и ученик. Ирза и шериф с вами. Теперь, значит, тоже аналогичная ситуация. Герой-профессиониста Деша, олицетворяющий заблудшую душу, вдруг теряет зрение. Смысл слепоты, постигший его, постоянно меняется. То это физическая слепота, когда тупыми он очами нет видеть нечто в круг тебя, то она приобретает метафизическое свойство, превращаясь в слепоту цивилизации как таковой. В сознании героя еще живы, цветы и растения, зеленое чадо, праха. Он еще помнит, как обширно синева с звездами перед очами пространилась таинственным напятым ночи. Однако, ныне здравый слух без поверяющего ока приемлет дикостью, дикостью одни и вносит в мозг мечты дилемм. Как и в предыдущей поэме, у героя объявляется доставник Зихел, который вручает ему несколько рассеивающую лампаду. «Ты только улыб оком сри» оставляет он Нишава и объявляется предметом предстоящего нового путешествия урока не область смерти, но свет, живот и торжество. Чтобы объяснить обширнее вину своего нового Иова, в сцену действия превращается практически весь земной шар между краем все пространство между краем точей и вселенной. И Зихел в ходе этого урока нового разворачивает перед своим подопечником великую цепь бытия. Его это вспоминается с таким названием Лавжоя позднего празднейшего просветителя нашего современника. Ну как он обращается к Господу подопечному. Нишам, ты видишь мир умов от Сифа до времен Невтона, от Азериса до Петра, от дней отважного имфрода до славный дел Наполеона. Здесь завеса впадает, ты некогда за сей завесой увидишь возрожденный мир. Нишам пытается как может мыслить самостоятельно. Так вот отвечает. Мне кажется, ты собрал сонмы одних блистательных умов, поставших то, чему не верю, ими доказать ты тщишься, чему признать я не могу. нет, не желаю быть одним из робких простодушных, что за отважным катерогом проскакивает тень, тлетень сада, и можно ли почерпать доводы из самой вещи и извне. Ихел использует в ходе полемики метод боевники Платона, который, кстати, появляется в действующем помедленно теперь вещает, что их великих всемнородных далекой тело свет деянием, частиц лесов или механизм. Разрешить данный спор о духе и теле в диалектике как таковой у Боброва не под силу. Прозрение странствующего слепца не в диалектике, а в обретении веры. мест натуры столь же колорит вписывается в древней ночи, обитающей в дальних уголках той или иной страны, которые, кстати, тоже имеют определенную степень истинности, значит, близости к истине или отдаленности, такая картография горизонтально-вертикальная. Там, значит, живут чадо мстительной природы и перечисляет эти чадо. Чадо, значит, охромный полос, изнырище полуслевший пич племен судьбы смирителей, ядовитая змея, созданный к усмирению нас, надменный тигр, стремящийся обычную насыдить людость. Однако и на все эти ужасы испытатель стран, теперь он называется испытатель степени природы, испытатель стран еще учит смотреть благоприятным кротким оком. Пейсажи это степени природы, пустыни и видят прирывистые морщины, подобные узлам змеев, где каждая мысль как ночь гробов. Так вот пейсажи аксиологическую ценность, просто эстетическую приобретают. Он восхищается терпением природы, противостоящей алчности искусства. Облака у него набросаны в ветра, как бы Кавказы на Кавказах награждены украшения в степи известных ему пейсажей. В ночном небе луна печально сыплит блеск в озере полости воздушным глистым. Вот начинается краса, природа тишину теряя, стон первой испустила свой и первая слеза небес упала на лице земли. Пучина кралась с этим неожиданным свойством состетствует другое и всасывала океан, пуря воздвигнута подобно монументу, глубины рыщущие сумерки, приятная смесь тени со светом, путешествия по странам востока, царством чувственности мрачных, сопровождаются странствиями по философским системам, знакомством с растленной мудростью вавилонян, с бравонизмом, представители которого не зря начало, зря событий, атомистической теорией угрюмыми пиранистами с их ужасным неким беспристрастием и с особенно пагубным по вовру эпикурейством. Настоящая дискуссия о теории познания о созерцательном и слуховом языке разворачивается при встрече с египетскими шрицами. У вас под выставленной буквой искомый смысл еще таится, а не прямая чтется мысль. Коллекократно можно вам символы обращать по воле, как флюгеры по разным ветрам. А при виде египетской пирамиды, как бы венчающей этот образ тощи вселенской, а не только северной или южной. Этот наставник точный вождь, как его называют поэт, кратко резюмирует. Все рядом с пользой суета о слава мира, о мечта. Душа несытая идет о совершенстве к совершенству по разным странам. Касается ли это пути людей от первой выковки их грубой до изваяния беспримерных от немствования первых чат до грома пламенных летий. Однако ничто не может создать расстроенное чувство ока. Все это происходит не в экономической обстановке постижения. Порой они попадают в тот или иной поток исторических событий, всей пани, крови и убийства, когда мир кажется больницей жизни, ничтожа сам себя безумно, безумно, ничтожа сам себя безумно, нишам усиливает отрицание какого-либо смысла мироздания и в интонациях его препирательства с божеством начинает ощущаться предчувствие монологов и диалогов героев Достоевского. Всесильный элитару и вечность и силу мыслить уничтожь. Градиозный пожар всех мировоззреческих систем, созревших к злу завершается приз рождение точного человека, то есть Христа, метеатилом, воздвигший путь над вселенной, все же более или менее успешно противостоят преобразители искусственных, восстановители бесстрашных, законодатели полнощи. Выводы такие, что это такая картоографическая, эзотерическая ночная поэзия, вот она от Державина по Прова через Чучева перешла к символистам и к атмеистам, а Пушкин как бы это такая параллельное светлое начало остается тоже с нами. Ну вот. То есть Пушкин это наше все в области экзотерики перечисленные вами товарищи эзотерии. Да, да. Вы практически так и не проговорили это слово экзотерическое, эзотерическое составляющее. Вот что, если вот подытожить соответственно то, что вы говорите, что на ваш взгляд составляет именно эзотерику именно вот в этих описаниях на ваш взгляд? Ну, значит, строить вертикаль такой образ вертикаль книга с тайными словами и постигать эти тайные слова. Просто вертикаль это еще сама по себе это, в общем-то, наверное, все-таки вряд ли считается эзотерикой. Тайные слова я еще ждал, что вы произнесете заветное слово каббала. Но это не было хотя напрашивается вот это исчисление. я думаю, что он был знаком с каббалой тоже. Бобров, да? Да. Он образованный человек. Он английский знал, что было редкостью по тем временам, переводил английский их обстоятельство. Не только немецкий, французский. Да, вертикально. хорошо. А сам он осознавал, что его картография нечто большее, чем просто описание географическое, что в нем есть какой-то именно тайновеческий смысл. Была рефлексия над этим? Да, я думаю, что вот Тачми, создавший всей русской литературы, у него это было в такой форме тайного знания, которое ну, само по сути. Понятно. А какого ордена, точнее, какой ложь? Какой ложь? Честно говоря, не знаю. Потому что если это там орден золотых розенкрейсеров, это, точнее, розового креста, золотого розового креста. Да, совершенно верно, розенкрейсеры. Вы напомнили. Левиковский круг, ну, понятно, там они любили такие вещи. Да, розенкрейсер, совершенно верно. Александр Павлович, большое вам спасибо за выступление.